В Ильском Доме Культуры прошел районный фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок-2019». На протяжении 11 лет фестиваль позволяет юным талантам соприкоснуться с народным творчеством, с духовно-культурной Кубани познакомиться с традициями и обычаями кубанских казаков. «Казачья культура, те, кто поет ее, те, кто танцует, те, кто этой культурой занимаются, они дышат, живут и думают так, как дышали наши предки. Потому что именно через культуру вы познаете жизнь наших предков и несете это дальше. Это позволяет нам сохранять нашу самобытность, наше лицо и оставаться действительно русским казачьим народом». С приветственным словом к участникам фестиваля обратились настоятель Свято-Никольского храма Кирилл Коршунов и начальник управления культуры Галина Куролесина. В конкурсе приняли участие юные талантливые дарования из разных уголков Северского района. Все участники фестиваля в течение года готовились, репетировали, изучали с руководителями богатую песенную культуру Кубани. Помимо этого, в фойе Дома культуры организовали выставку лучших творческих работ воспитанников детской школы искусств и детско-художественной школы Северского района. Северский район присоединился к краевой образовательной акции «Итоговое собеседование для родителей». 25 января 70 родителей девятиклассников в нескольких школ муниципалитета смогли проверить свои знания по русскому языку. Как отмечают организаторы собеседования, главная его цель – сформировать у родителей и детей позитивное отношение к устному испытанию и снять психологическую напряженность. Родители смогли познакомиться с технической и содержательной стороной итогового собеседования, увидеть процедуру проведения и стать ее непосредственными участниками. В акции приняли участие не только родители выпускников девятых классов, но и представители общественных организаций, управление образования, депутаты и заместители руководителей школ. В Новый год Северский район вступил с крупными долгами за газ. На 1 января 2019 года общая задолженность за газ физических лиц в муниципалитете составила 37 млн 314 тысяч рублей при 40 тысячах абонентов. Задолжниками считаются абоненты, не оплатившие за энергоресурс более двух месяцев. Ключом работы участка является уведомление абонентов о необходимости оплаты в сроки, указанные в уведомлениях. А также дополнительно мы занимаемся СМС-информированием абонентов при наличии телефона в базе участка и рассылкой путем почтовых рассылок. После того, когда мы уведомили абонента о необходимости оплаты и оплата не получена, мы занимаемся уже досудебной работой. И крайней мерой является отключение абонента от действующей системы газоснабжения. Существуют различные способы отключения газа. Самый простой – установка пломб и заглушек. Крайняя мера – остановка газоснабжения путем установки сварной заглушки, когда с помощью тяжелой техники откапывается участок подземного газопровода. Такое отключение затратно как для поставщика топлива, так и самого платильщика. Сумма восстановительных работ может превысить сумму задолженности. Среди абонентов бытует мнение, что отключение газа производится только в теплое время года. И можно не опасаться, что в зиму ты останешься без голубого топлива. Но, как заверяет «Газпром» и «Регионгаз Краснодар», это мнение ошибочное. Мы круглогодично отключаем задолжников. Отключали и будем отключать. С целью понижения дебиторской задолженности, которая в масштабах края уже достигла достаточно больших пределов. Не допускайте задолженность за потребленный сетевой газ. Оплачивайте вовремя квитанции, которые к вам приходят. Мы общедоступны. Мы работаем с понедельника по пятницу. Мы готовы выслушать вас, выслушать ваши проблемы, оказать вам посильную помощь в части предоставления рассрочки по платежам, если имеется такая необходимость. Не допускайте того, чтобы мы приехали и отключили вам газ. Как отмечает начальник северского участка «Газпром» «Межрегионгаз Краснодар» Евгений Максимов, в 2018 году в Северском районе произведено более 300 отключений. В текущем году газоснабжения лишились уже 5 абонентов. Причем отключения производятся не по сумме долга, а по характеру образовавшейся задолженности. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Итоги года и планы на будущее. Администрация Новодмитриевского сельского поселения отчиталась о проделанной работе за 2018 год. Глава поселения Елена Шамраева осветила в своем отчете основные моменты – бюджет поселения, результаты работы в сфере культуры и спорта, благоустройства и водоснабжения. По окончании выступления глава поселения вместе с главой района Адамом Джаримом и специалистами районной администрации обсудили самые актуальные проблемы, беспокоящие жителей станицы Новодмитриевской и прилегающих населенных пунктов. Самые важные вопросы – транспортное сообщение внутри и за пределами района, ремонт дорог и электрификация. В этом кафе в Будапеште всех посетителей встречает робот Пеппер. Он рассказывает, как у него дела и может повеселить вас какой-нибудь шуткой. Но технологические чудеса на этом не заканчиваются. Ваш заказ доставит тоже робот. Заведение открыла местная IT-компания. Она намерена ближе познакомить людей с технологической революцией в области автоматизации и искусственного интеллекта. «Как компания в области информационных технологий, когда мы думали о том, как поднять кейтеринг на новый уровень, то решили, что роботы могут подарить людям новые впечатления». Роботы-официанты следуют по установленным маршрутам. Если на пути оказывается человек, его вежливо просят посторониться. Забирать свой заказ с подноса придётся самостоятельно. Впрочем, в комментариях посетители, очарованные Пеппером, прощают официанту его неповоротливость. Этот робот развлекает гостей не только шутками, но и танцами. А перед детьми танцует его уменьшенная копия. «В такой обстановке использовать все функции робота сложно. Но мы написали приложение, которое позволяет ему работать даже в шумной среде. Люди могут нажать на иконку и выбрать, что роботу нужно делать – смеяться, развлекать гостей или вести беседу». В последнее время всё чаще звучат опасения, что с развитием технологий роботы в скором времени лишат людей работы. Однако в этом кафе говорят, что пока ещё никого не уволили. Более того, штат сотрудников пришлось удвоить, поскольку нужны специалисты, которые будут следить за исправностью умных машин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова